в нескольких точках города. Вот здесь, на улице Сергея Орлова, за билетом выстроилась огромная очередь. Ветераны, инвалиды, человек 100, не меньше. Правда, многие из потенциальных пассажиров не догадываются, что вряд ли смогут полноценно пользоваться билетом. Ведь с 1 мая частники не имеют права перевозить Волокжан по городским маршрутам. Правда, людей в очереди об этом не информируют. Когда более осведомленные пенсионеры рассказывают, что происходит, поднимается волна возмущения. Сейчас опять дурят голову. Зачем это они делают, коммерческие автобусы? Убрать их надо полностью. Незачем. ПТ-1 пусть нас обслуживает. Ну, безобразие. Вы знаете, вот зачем очередь стоит пенсионеров? Как же так, может быть, дают билеты на то, что они нелегально будут. Таких любая полиция может заштрафовать. Напомним, это очередной виток в скандале, связанном с частными перевозчиками. В апреле они без предупреждения вышли из проекта «Забота» и отменили на своих маршрутах действие льготного проездного. Причем уже после того, как билет купили более 12 тысяч пассажиров, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. А теперь новый Димаш. И частники вновь поставили на карту спокойствие тысяч Волокжан и воспользовались доверием социально незащищенных слоев населения. Как поясняют в городской администрации, проиграв аукцион на обслуживание городских маршрутов, частные перевозчики легально работать не смогут. У нас на территории города Волокда разработана и утверждена маршрутная сеть. Она еще была утверждена в 2010 году. В настоящее время проведены конкурсы на право обслуживания маршрутов, предусмотренных этой сетью. Определен победитель, заключены договора на право обслуживания маршрутной сети. Остальные не имеют права обслуживать городские маршруты. Есть со стороны определенных перевозчиков намерение продолжить движение по улицам города. Действительно, частники уже не раз заявляли, что несмотря на результаты аукциона, они намерены по-прежнему выводить автобусы на маршруты под другими старыми номерами. Путаница для пассажиров в этой ситуации просто неизбежна, не говоря уже о незаконности таких шагов. А потому к проверке нелегальных рейсов намерены подключиться сотрудники ГИБДД. С 1 мая по линии ГИБДД совместно с администрацией города Володы, Управлением государственного автонавзора будут проводиться рейды в отработке по пресечению противоправных фактов, осуществлению пассажирских перевозок предпринимателями без договоров с дальнейшим привлечением должностных лиц к ответственности согласно закону Волгодской области. На практике это значит не только штрафы для нарушителей, но и неудобства для пассажиров, которых во время рейдов могут просто высадить посреди маршрута. И в результате придется идти до ближайшей остановки и дожидаться там автобуса ПТП-1 или троллейбуса единственных перевозчиков, которые с 1 мая имеют право обслуживать городские рейсы. Причем важно понимать, на нелегальных маршрутах действует только официальная проездная забота. Бесплатно раздеваемая поддержка там не поможет. На маршрутах МОПП-1 и маршрутах Вологда-Летатранс, то есть в троллейбусах, данный проездной действовать не будет. Чтобы не возникало никаких трений, никаких непонятных ситуаций у наших незащищенных льготных категорий пассажиров, просим быть в этом отношении очень деятельными. Что касается проездного забота, то с 1 мая он действует не только на всех официальных городских маршрутах, но и на пригородных. А значит с его помощью по льготной цене можно добраться в деревню или на дачу. Приобрести легально проездные на май можно во всех привычных точках продажи. Это уже сделали более 8 тысяч вологжан.